Сейчас это то самое устройство, которое стоит приобрести, стоит поиграть, стоит покайфовать. Оно просто нереально круто гнёт. И сегодня мы вместе с вами его затестируем. Это новое имбовое устройство на Жигу. И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Я сегодня записываю новый ролик. Я не думал, что я смогу найти новую пушку. Я не мог подумать, что ещё есть те устройства, которые реально могут быть имбовые, которые реально мы ещё с вами не тестили. И прямо сейчас поставьте палец вверх, если вы не видели этого устройства, если вы не знаете, о чём сейчас пойдёт речь. И да-да, это устройство именно таки на что? Правильно. На Жигу. Устройство называется зажигательная смесь. Здесь, возможно, кто-то не видел, возможно, кто-то уже знает, что это за устройство. Но я вам могу сказать одно. Это то устройство, которое рано или поздно будет пофикшено, но сейчас это то самое устройство, которое стоит приобрести, стоит поиграть, стоит покайфовать. Оно просто нереально круто гнёт. И сегодня мы вместе с вами его затестируем. Это новое имбовое устройство на Жигу, которое появилось у нас после последнего до баланса. Я на нём не играл, я его не тестировал. Сегодня взял его, купил, просто пикнулся пару каточек и просто офигел. Вы сейчас увидите, насколько жёстко оно нагибает. Пикаю, конечно же, в ТДМочку, дабы вы видели, насколько много урона она наносит и насколько много импакта вносит в свою игру. Ну, нет смысла просто пикаться в какую-то регби, либо там в тот же захват флага, потому что там немножко другие задачи. А здесь именно такие тебе надо забирать киллы. Поиграем, конечно же, здесь на бустере. Ну и просто вы смотрите, я просто влез в толпу и сразу минус три танка, крит ошибка, ничего не меняется, обновляемся, продолжаем. Не совсем приятно начинать такие, конечно, катки с крит ошибочек, но ничего страшного, раз уже пикнулись, не будем ничего, в принципе, переделывать. Катка довольно-таки добрая. Для Жиги, как вы понимаете, чем меньше карты, тем более удобно будет на ней играть. И просто смотрите, насколько много дамага оно выносит. Это устройство, это то самое устройство. У него нет поджога на Жиги, да, она не поджигает, но ей и не нужен этот поджог. Вы просто увидите сейчас, насколько много баллона имеется в данной пушке, при том, в всем раскладе, если вы еще будете использовать бустер, я серьезно пытался найти минусы данного устройства. Я их просто не нашел. Единственное, к чему можно прицепиться, и то это явно не работает, это то, что от данного, от данной пушки именно такие ребята начинают брать очень большое количество резистов. К слову, в данной катке нету такого большого количества резов. И я более чем уверен, что сейчас прямо-таки в данной катке мы на изи-каточке будем забирать первое место, поднимать 6 звезд, те самые звезды, которые сейчас вам всем необходимы. И плюс ко всему этому просто жестко нагибать им, балансить, вносить столько импакта в этот бой. Я только что катал кунгурчик, я катал полигон, я покатал катку в регби, и везде, везде, просто везде, представьте, данное устройство уносит просто все, что можно, просто все, что движется. И реально я кайфанул. Я кайфанул от того, что есть наконец-таки что-то такое имбовое, на чем можно поиграть, и я могу отвлечься наконец-таки от своего страйкера. И это понятно, что жига, которая не поджигает, но вся прелесть данной жиги в том, что вот, ну, нету сейчас тут в этой каточке именно-таки пациков с резистом 50%, я обязательно сейчас пикну в еще одну, потому что я уверен, что мы сейчас должны данную катку досрочно завершать. И я просто вам покажу, как оно уносит 50% резист. Я катал против титанов на 50-ках, они с такой уверенностью стояли, и я даже без бустера просто за баллон данной жиги уносил титана с 50% резистом. Это просто лютейшая имба, и я вообще не понимаю разработчиков игры, когда они вводят такие обновления, когда они ставят такое устройство. Они не тестируют, они не смотрят их, но вот 100% они их не смотрят, потому что вводить такую имбу, ну, я просто не понимаю зачем, я просто не понимаю. И если ко всему этому еще играть, как я играю с бустером, так это вообще жопа. У тебя баллон быстро восполняется, у тебя огромнейший баллон, у тебя нет горения, да оно тебе нафиг не надо с такой жигой. Ты просто можешь уносить все, просто все, и вы, ребят, вот когда вы купите данное устройство, вы просто пробуйте, не знаю, даже вот тупо поиграть против резистов. Вот, то есть, видите, например, пацана с резистом и пацана без резиста, и просто бейте резист. И вы убедитесь в том, что оно просто нереально круто нагибает. Это то самое устройство, наверное, после вулкана, которое вот сейчас меня прям просто удивило. Я не катал на ней, да, я слышал, что данное устройство нагибает, но я планировал его тестировать, наконец-таки я добрался до него, наконец-таки у меня появилось время. И я делаю этот тест, и я просто понимаю, что это просто бомбическое устройство, просто бомбическое. А многие ребята до сих пор не видели его, до сих пор не знают об этом устройстве. Поэтому, ребят, ну обязательно покупайте, обязательно покупайте, обязательно пробуйте. 300 опыта, просто ничего не делая. Ну, что я сделал? Я приехал к противнику на респ, зажал пробел, унес противника, респанулся заново, опять поехал, опять все то же самое сделал, не надо даже думать. То есть, это не страйкер, это не гром даже какой-то, где вам надо более пристально играть, более внимательно все это дело делать. Здесь все довольно-таки просто, чем меньше карта, тем лучше, и даже в вашем случае я бы сказал, что если вы хотите нагибать на данном устройстве, просто берете, перепикиваете катки и уносите все. Да, это довольно-таки сейчас простая каточка у меня попалась, и многие сейчас хейтеры скажут, блин, так ты запикался в изевую катку, поэтому у тебя легкий такой нагиб, поэтому мы сейчас, я более чем уверен, пиканемся в еще одну, попадется более серьезный противник, попадутся, надеюсь, большое количество именно-таки резистов. У противника, и вы увидите, что Жига не изменится, она как будет, как нагибала, как вот, как сейчас она нагибает, так она будет нагибать и в следующей катке, и еще через 2, и через 5, и через 20, она просто тянет. Это, я не могу передать больше, эмоции просто переполняют, это реально крутое устройство, которое стоит приобрести каждому, поиграть, и я уверен, что потом этих Жиг будет в матчмейкинге очень много, но оно того стоит, оно того стоит, пикаемся в новую каточку. Желательно, конечно, на данной Жиге играть, ну, не на таких больших картах, не на Бресте, там, ну, даже не на такой бойне, как меня сейчас запикало, но, ладно, окей, мы люди простые, мы не будем сейчас перепикивать, мы сыграем на большой карте, где не будет удобно наше вооружение на полные все 100%, но я, почему-то я уверен, что здесь все так же само получится. Да, нету особо большого количества резистов, опять же, опять же, нет резистов. Почему нет резистов? Да потому что еще до сих пор никто не знает, что данное устройство уносит все на своем пути, и сейчас мы в этом убедимся в уже более такой продвинутой каточке, потому что я уже вижу здесь довольно-таки такие ники уже, какие-то иконфы тут появились, это уже не какие-то там рандомные пацики, здесь уже какие-то пати набивают звезды. И я более чем уверен, что данные ребята также будут в шоке немножечки, плюс 2 кила на изи катки, но это чисто бустер, это чисто решает бустер, плюс тот самый урон, вы просто в секунду, вы поймите, вы в секунду выдаете 500 урона по танку без резиста. Вот так вот пшикнули, 500 урона вылетели, вылетело, еще раз пшикнули, еще 500 урона вылетело. То есть, условно говоря, за 3 секунды выносится викинг, за 3 секунды выносится викинг, вы понимаете, что это такое? Да даже бывает еще и быстрее, чем 3 секунды, он парень берет резист 50%, сейчас, короче, мы не успеем, наверное, уже к нему подъехать, потому что там количество моего хп не такое большое, но это что-то с чем-то, это реально крутое устройство, у которого единственный минус, который может быть, это противника резист, но считать противника резист за минус, это вообще глупо, это просто глупо. Берете к этому устройству бустер, как сделал прямо-таки сейчас я, и в 90% случаях, когда вы респуетесь, и рядом с вами будет противник, даже с резистом отжиги вы будете его выносить, вы будете его нагибать, и он вам ничего такого серьезного не сможет сделать. Это круто, это реально круто, то, что такие устройства появляются, и то, что можно хоть на чем-то поиграть в свое удовольствие, можно покайфовать, можно поиграть, как на моем любимейшем страйкере, также вот сейчас можно поиграть будет и на Жиге, на наших любимейших стримах, которые, к слову, проходят в 10 по МСК каждый вечерочек, поэтому тоже присоединяйтесь, катайте. Что касаемо звезд, то тут, ну, нет, не сказал, что у нас тут все сверх аппетитно-нагибаторски идет, никуда мы особо не торопимся, но вот такое вот устройство, такая вот пушка для набития звезд, это просто шоколад, это просто супер бомбическое устройство, которое в итоге будет, я думаю, что самым популярным вот в ближайший, наверное, таки месяц, так точно. Пока просто, ребята, еще многие не поняли, в чем фишка, не поняли, за счет чего именно таки нагибает данное устройство, но если я на бойне, на карте большой, вот сейчас вы видите 50% резист, да? Вы видите, какой баллон? Вы просто видите, какой баллон? Это баллон, который не заканчивается. Я успел снять двух танков, потом подъехать к резисту 50% без бустера, просто я подчеркну, без бустера спокойнейшим образом унести викинг с 50% резистом на респ. Вы на какой-то так другой пушке сможете сделать такое же? Да даже у фриза нету столько баллона, чтобы так уносить противника. Это просто что-то с чем-то. И еще один момент, который я хотел рассказать про данное устройство, это то, что имелся баг, ну, либо не баг, либо недоработка, можно как бы так сказать, я уже так понял, что ее пофиксили. Но в первое время появления данного устройства на основных серверах происходило такое движение, то что, условно говоря, если у меня в команде играла Жига, либо Вулкан, которые имели эффект поджога, при том раскладе, когда я начинал бить данный танк с поджогом, то есть который уже горит, данный поджог переходил в мою сторону. То есть он уже, вот сейчас, например, вы видите, да, пулемет горит, и в том случае вы просто начинаете дотрагиваться до него, и он начинает гореть уже от вас. Сейчас данного уже дополнения, наверное, дополнения, доп-функции к данному устройству не имеется, благо все у нас исправили, и благо все это дело протестировали, посмотрели, за что я могу выразить свой респект, потому что, ну, ошибки такого рода, а их просто необходимо фиксить, и я рад, что, ну, таких ошибок сейчас нету, то, что все довольно-таки честно, и даже несмотря на все это, данное устройство просто, ну, мне очень нравится. Я скатал вот это вот, вы сейчас видите пятую катку на данном устройстве, это стопроцентное первое место, вообще просто даже ни минуты, даже ни секунды, не задумавшись о том, что у вас может что-то не получиться. Вы отрываетесь с таким большим количеством опыта, то есть, условно говоря, за все катки, то, что я играл на данном устройстве, у меня не было отрыва там даже 50-100 опыта. Минимальный отрыв, который у меня был, 150 опыта от второго места. Ну, это только второе, вы представьте, что будет ниже, ниже там может быть у парня там соточка, у меня уже три сотни опыта. И это бойня, где на данной карте игра с ближним боем, ну, не совсем уж ценится. Здесь намного проще играть на пушке, которая именно-таки дальнего боя. Вот сейчас Жига была с горением, да, и она била меня с ДДшки. У нее осталось ноль, просто ноль. И если бы у меня было бы ДД, то я бы в два раза быстрее бы убил бы данный танк, и он бы ушел бы на респ. В общем, я не знаю, что еще добавить. Это очень крутое устройство. И, да, оно стоит 160 тысяч, но эти 160 тысяч того стоят. Я ни в коем случае не буду жалеть о покупке данного устройства, и всем вам обязательно советую его приобрести. Сейчас данную каточку мы, безусловно, доиграем. Я вам покажу итог, потому что счет-то у нас только 52-52, и сейчас есть у противника шанс выиграть данный бой, но мы должны постараться не дать ему это сделать, дабы наши ребята тоже поформили звезд. 375 опыта, 400 сейчас будет опыта. Еще один танк я уношу. Почти 400 опыта, 20 секунд еще есть. Еще можем успеть сделать фраг и спокойнейшим образом завершить данную катку на позитивной ноте с победой в руках. Отрыв в один килл. Два килла есть отрыв, неплохо. Давайте успеем, успеем, наверное, вот этого парня даже с резистом 50%. Вы просто смотрите, вы просто чекайте. 50% резист, да? Вы зажимаете пробелы, ну, это просто что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Я уже не знаю, что сказать плохого про данное устройство. Просто берите, заходите после данного ролика в гараж, покупайте его, заходите в матчмейкинг, бейте звезды и нагибайте. Обязательно ставьте палец вверх данному видосику. Если мы наберем на данном видеоролике 300 лайков, я обязательно, обязательно найду новую пушку, которую смогу вам посоветовать с новым нагибаторским устройством, о котором вы еще, к слову, не знали. Представьте себе, мы-то это сделаем. Также, ребят, не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, дабы не пропускать новые ролики. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok